Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии, который сейчас представится. Представляйтесь, гость в студии. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые зрители канала «Голос силикона и долины». Меня зовут Сергей, я живу в штате Мичиган, мне 43 года. А где живете в штате Мичиган? Ну, штат Мичиган, он выглядит как рукавичка, то в географии помню, что такая шутка про мичиганцев. Если ты используешь руку и показываешь, где живешь, ты из Мичигана. Вот я живу вот здесь. Юго-западный угол штата Мичиган, рукавички, это примерно 90 миль от Чикаго. Ну, у вас там нет холодного озера? Я живу в 20 минутах езды от озера Мичиган. А, то есть достаточно близко? Да. То есть у вас холодно реально, вот зимой, например? Зимой здесь настоящие русские зимы, тут бывают до минус 25 градусов, снег бывает по пояс. Да. То есть так бывает, что драффей там чистишь хочешь? О, да, да, конечно, обязательно, да. А есть такое, что вот скользко ездить, вот как вы зимой, например, едете, вы цепи одеваете? Цепи запрещены в Мичигане. Зимняя резина или медленно ездишь? Ага. Надо сказать, что цепи запрещены в тех штатах, где реально есть зима. Например, в Калифорнии бессмысленно запрещать, никто не ездит на цепях, а вот, ну, бывают там места. Вот. А штата, где это как бы массово было бы, то, конечно, изгадили бы все дороги, поэтому они... То есть вы меняете резину зимой, нашипованную, да? Впервые я поменял, вот, в прошлое зиму я впервые переключился на зимнюю резину, до этого я ездил на All Season, то есть... Ага. Тогда давайте так, сразу два вопроса возникло. Значит, первый, как давно вы в Америке, в Чикаго, вообще, вот в тех местах? Не в Чикаго, но в Мишигане. Когда я попал сюда? Ну да, как давно вы здесь? А, ну, я, вот, у меня в середине июня была годовщина, 20 лет, с той поры, как я прибыл в Америку. Хорошо. В 95-м году я прилетел по программе обмена Camp Cancellors USA в ажатые США. В пионер-лагерь какой-нибудь там? Да, да, в летний лагерь для детей из Гетто Чикаго. Здесь, в Мишигане. Афроамериканские это дети? Да, да, подозрительно они все были очень темного цвета, да. Но они вас там не обижали на кем-то этом? Ну, я высокого роста и довольно... Они уважают высоких и громких и сильных. То есть, если громкий голос, то есть такой, там, есть респект. То есть, я катался в Америку четыре раза. Я приезжал в тот же лагерь, работал по программе обмена. И потом, в 98-м году, после лагеря, я как, я приезжал в лагерь, работал целое лето. После этого я работал на местной ферме, подрабатывал, улетал обратно в Киев, учился там, заканчивал образование. В 98-м году у меня было свидание вслепую. Я встретился с американкой, женился шесть месяцев спустя. Я ничего не понял. Что такое свидание вслепую? Это когда... Это называется blind date. То есть, когда вы не знаете человека, человек вас не знает, знакомые сводят, встречаются там в ресторане, знакомятся. Это называется свидание вслепую, blind date. Это было в Киеве или в Америке? Это было здесь Мичигане. Ага. То есть, вас познакомили с девушкой и... Так, американкой. То есть, я работаю искрой. Так, по-того, да. И вы так до сих пор вместе или как там? Да, мы женаты шестнадцать лет, у нас двое детей. Так, ага, шестнадцать. Я понял. Двадцать лет назад вы первый раз приехали, а шестнадцать лет назад вы как бы уже совсем приехали. Совсем приехали. Понятно. Значит, из Киева. А где учились-то в Киеве? Киевский политехнический институт, факультет электронной техники. Удалось вам поработать по электронной технике или вы чем-то еще занимались? Я, ну, девяностые годы, Киев, Украина, там, остальной Советский Союз. То есть, я работал в научно-исследовательском институте, который был с закрытым почтовым ящиком. Заказы, естественно, Советской Армии исчезли. На гражданку они не смогли переключиться. Зарплата была, тогда, шесть долларов в месяц. Грустно. Ну, да, девяностые годы. Такая веселая жизнь. Ну, я начал учить английский язык в то время сам. И в девяносто пятом году подвернулась возможность. Я прошел конкурс и прилетел в Америку работать. И, конечно, здесь зарплаты были совершенно другие. Вы знаете, вы мне напомнили, был такой старый, не тот советский еще. Очень старый анекдот, как в органы в КГБ вызывают человека, украинца такого, знаете, Широва. И говорят там, я не знаю, Михаила Петровича, как же вот вы так, значит, не работаете нигде, а живете так вроде неплохо, и машина у вас, и дом справный, и там, и как же так получается? Он говорит, да я же во время войны хова в двух евреев. Они сейчас в Америке живут и шлют мне гроши. Они ему в органах говорят, ну, Михаила Петрович, надо же, надо же на перспективу тоже смотреть. Дальше-то что? Он говорит, так я двух китайцев ховаю. Так что вы, значит, понятно, работали электронщиком на ящике. Ну, там, да, я только был молодым инженером, только выскочил из института, и там, естественно, задержки зарплаты на шесть месяцев. А вы на перспективу английский стали учить? Да, вот удачно сложилось, что мне в голову пришла, думаю, вот, ну, Советский Союз распался, 91-й год, ну, наверное, будут компании США из Европы двигаться в страну, а тут я вот с английским языком, с образованием, может, что-то подвернется, ну, кажется, повернулось все в другую сторону. А вот когда вот это произошло, там, 91-й год, там, Беловежская пуща, развалился Советский Союз, там, стало вот три, там, ну, независимых, там, все стали независимые, союз, как он там назывался, СНГ, не было ощущения, что какой-то кошмар происходит, или, наоборот, радость была какая-то, вот что происходило? Была радость, да, тогда очень было много наивности, как я назад переглядываюсь, то есть, да, это желто-голубые флаги, слава Украине, мы со своим салом самостоятельно, все будет нормально. То есть, не жалко было Советский Союз, вот, как бы? Нет, совершенно. Слушайте, а когда в Москве все это происходило, в Киеве что было? Вот эти три дня, когда ГКЧП был? Ну, я помню, газеты писали о том, что там сударный перевод, и Горбачев арестован. В Киеве было спокойно, ну, если есть сало, в Киеве все спокойно. Ну, сало было-ка. Сало было. Ну, хорошо. Ладно, так приехал, так, 16 лет назад, вы, как бы, совсем стали американцем, получили разрешение на работу, наверное, уже английский к этому времени хороший был. Английский, да, потому что я приезжал, я, фактически, чуть ли не пять месяцев, каждый год находился в Штатах, всем английском языке, то есть, в 1998 году у меня уже был свободный английский язык, иначе американку бы я, конечно, не мог бы впечатлить. Но у меня были проблемы с визой, и из-за этого я был женат на американке, но я был нелегален около двух лет. То есть, по программе обмена, это J1 виза. А, вы должны были вернуться назад. Там, ну как, там есть два момента, если у вас есть спонсор, тогда это вы там, 212E, по-моему, называется, тогда вам нужно возвращаться на три года без всяких вариантов. Вне по ошибке в Киеве поставили визу в посольстве, что я имею спонсора, хотя спонсора в этой программе нет. И когда мы приехали в Детройт подавать документы, что мы, ну, на мою грин-карту, мне сказали, куда, вам нужно ехать обратно в Киев на три года. И вот затянулась тяжба, пришлось нанимать адвоката, нам сказали послать документы в одно место и деньги. Документы они потеряли, это было неправильное место. Ну, тут в Америке тоже бюрократия есть, но из-за придавать нельзя. Поэтому это было очень долго и болезненно. Ну, как? Зато все по-честному. Да, но дома там можно хоть подмазать, да, и оно пойдет. А здесь оно стало колом. Вот, и пока мы, я буквально, меня познакомили с State Representative, товарищ Аптон здесь у нас в Мичигане. И после того, как я с ним поговорил, объяснил проблему, он мне дал телефон позвонить, я позвонил. Давай, я ребятам только объясню. Значит, в Соединенных Штатах есть Конгресс. В Конгрессе есть две палаты. Верхняя, Сенат. В Сенате от каждого штата по два человека. И палата представителей, хаосов, репрезентативств. Вот там, соответственно, по округам, в зависимости от того, сколько народу в штате живет, будет больше или меньше этих самых представителей, репрезентативств. Значит, вот вы фактически общались вот с конгрессменом от штата Мичиган, да? Да. Я просто, чтобы нас понимали лучше те, кто, может быть, не очень знает терминологию. Вот. И после того, как он мне, я поговорил по телефону, объяснил ситуацию, буквально через два месяца наш адвокат позвонил, говорит, вы знаете, я получила сообщение, что все тронулось, и после этого уже, конечно, стало намного легче. То есть у вас такая крыша была бесплатная? Пошли к вашей крыше. Я крыша, я работал тогда на ферме, ну, нелегально, и я очень нравился фермеру, он меня планировал оставить 50-м на ферме, как говорится, на долгий срок менеджером, поэтому он говорит, и он такой влиятельный на ферме, ну, у нас здесь много очень ферм, и он влиятельный товарищ на районе, то есть к нему приезжают все знаменитости, ну, серьезно, у него ферма, у него проводится чемпионат по плевкам вишневыми косточками мировой. Ну, там и серьезные люди приезжают? Ну, как серьезно, это смешной конкурс. Но могут так. Ну, из Канады, да, там плюют красиво. А из Канады приезжают там и другие страны иногда. Слушайте, это далеко от вас, где вы сейчас живете? Все от меня 20 минут езды, лагерь... Но вы видео там никогда не снимали, как они косточками плюют? Нет, еще не снимал. Слушайте, это же, это же, это будет вайрал, это вы что, весь мир будет смотреть? Ну, там, наверное, есть их свои видео, потому что там постоянно переезжают телевизионные студии и из Чикаго, и местные... А комментарии, это же на русском языке... Да, 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 я об этом не подумал еще. Так, хорошо. Значит, я понял, у вас некоторое время, значит, там помурыжили, то есть, соответственно, вы из 20 лет, значит, таких полноценно трудоустройств, но вы 14, значит, 4 так, плюс 2, не поймешь чего, значит, 6. И вот 14 лет вы уже работаете как со всеми правами? Примерно, да. Хорошо. Но русский вы не забыли, я смотрю, то есть вот... У меня русский восстановился благодаря YouTube. То есть начал теряться? Ну, у меня все работа, все на английском, дети, жена, все английский язык. То есть у меня был практически... Вот с родителями по скайпу я пообщаюсь на русском языке, и там с друзьями, и все. Это фактически можно назвать YouTube-терапия. Вот эти терминты, да. Когда я начал вести канал, я был в таком шоке. У меня были постоянно выскакивали английские слова, и я думал, ну, меня тут начнут сейчас мочить за то, что я порчу русский. Ну, помимо того, что у меня акцент украинский, я хакаю, ну, я хлопец. Перед две моменты. И оказалось зрителям, наоборот, смешно и нравится, что они учат английский язык, потому что я плохо владею русским языком. Ну, да, на самом деле тут история такая. Когда человек, допустим, то, что называется хейтер, да, то есть ему не надо повода, из-за чего он там, допустим, тебя не давит. Просто ненавидит и все. А когда он тебе хорошо относится, это же повода не надо. Как вот любовь. Любит же не за что-то, а несмотря на все остальное там. Поэтому, ну, что ж, хорошо. У меня все время, то у меня русский плохой, то английский плохой, то еще какой-то, то рожа еврейская, там, то еще что-то, я не знаю. Ужас, ничего такого нет там. Значит, итак, вы давно блогерам-то? Я, вот интересный момент, я на ютюбе зарегистрирован с 2006 года. Ну, я выставлял коротенькие видео по, там, 30 секунд, потому что в то время интернет был очень жесткий. То есть, мое самое первое видео 2007 год. Но это я снимал своих детей, чтобы мои родители в Киеве посмотрели именно видео. Вы ветеран. Слушайте, у меня первое видео, это декабрь 98-го. Ну, это, я не знаю, 2008-го. И я думаю, боже, это мы, наверное, я с этим делом там в первых там четверть процента самых старых каналов. А вы еще на год туда, полтора. Ну, он был, там не было никаких, это был не русский совершенно, просто дети. Я снимал детей, и все там по-английски написано My son is playing with матрешка. И все. Сколько лет сын-то было? Ну, тогда ему было 2000, он 2006-го. То есть ему годик, начиная с годика он там появился. А как же он там, что ж там, сыпь? Ну, там довольно смешное видео получилось. Да, хорошо. То есть он эти разные кусочки кидает, и потом вынимает, и обратно кидает. Ну, хорошо. А вот в том формате, в котором вы сегодня ведете, как давно? Вот 2014 год, январь. То есть так полтора года на русском языке все это? Да. И подписчиков сколько? Вот я буквально, осталось 95 человек, и будет 10 тысяч. Слушайте, это очень прилично, за полтора года. Это очень прилично. Ну, там были, у меня есть подписчики, которых я называю толкачами. Их раздражает тот факт, что у меня мало подписчиков, и они меня толкают на различных российских форумах, веб-сайтах. Ага, спамят там. Там типа, пора валить, форум есть, потом. Не знаю, не знаю. Я не плакал, точка, рью какой-то есть. Я плакал, да. Я плакал, да. Вот там меня выставляет один парень. Ну, он мне попросил разрешение, говорю, ну, пожалуйста. Падемо. У меня фактически 2014 год, я начал, у меня было 40 подписчиков. Это в основном знакомые, кто детей моих смотрели. И к концу 2014 года мне было 500 человек. Ага, то есть вы рванули вот уже вот последние полгода. Турбонаддув пошел очень сильно, да. Просто интересно. А вот пишут, что спрашивают, вот в чем, как бы, в чем их заинтересованность? Вот говорят, а расскажи об этом, расскажи об этом, о чем говорят, расскажи. Ну, очень много вопросов, потому что у меня жена американка. И дети, то есть, очень, там, вот какие у вас отношения, говорили твоя жена по-русски, дети говорят по-русски. А как вот эти отношения с твоими тестем, с тещей, там, по работе. Ну, и другая ситуация, я живу в сельской Америке фактически. Поэтому у меня информация, которую другие блогеры не могут предложить, потому что все большинство живут в городах, правильно. То есть у меня немножко ниша получается, я отличаюсь от других блогеров, поэтому вопросы там, вот как вот у вас с пчелами, как у вас, вот чем ты на огороде. У меня огородик небольшой есть. И пчелки есть? Нет, пчел у меня нельзя, где я живу, но у меня есть огород, там может иметь животных, то есть очень много таких вопросов, именно связанных с тем, что я живу в сельской местности. Я вас уверяю, тут помимо сельской местности, я думаю, что из тех, кого я знаю, ну, вот я здесь 25 лет, и вы, наверное, следующий тогда, по продолжительности жизни в США, потому что так в основном народ, очень много таких, кто недавно относительно, там год, два, три, там пять, может быть, больше пяти, это уже достаточно редко. Поэтому 20 лет это очень серьезный срок еще. То есть вы на самом деле, не только в сельском местности, но вы на самом деле, как-то, проникновение ваше как бы в систему, в общество, понимание, чего-то такого, плюс динамика этого всего, у вас есть то, чего нет у подавляющего большинства. Они, может быть, книжку читали, но вы-то видели это все? В моем понимании, меня так тоже задавали вопрос, вот чем ты отличаешься, я говорю, ну, мне кажется, я очень много блогеров, вот они как вот на пруду, на лодочке плавают, вот смотрите, вон рыбка там, вот там вот что-то, а у меня, получается, я уже немного в воде. То есть я, знаете, у меня дочь как-то из школы пришла там, и я не помню, о чем там разговор был, но она сказала эту фразу, я чувствую, что в школе говорили, там, она говорит, что you are unique as anybody else. Так что, да, ну что же, хорошо, чем отличаешься? То есть когда-то, вот продай себя, да, там, вот как-то, понятно. Понятно. Так, а вот это ваше, как сказать, ну, порыв, вот, скажем, желание рассказывать, показывать, наверное, гадости какие-то вам пишут, как нам всем, то есть через все это надо проходить, там, прогребать, я не знаю. Вы комментарии удаляете поганые или все оставляете? Если мат, если мат, тогда я удаляю или полный какой-нибудь теодиетизм, типа ты там тупорылый, пиндосовский, жидохохло, такого плана это удаляется. Иначе я там не отвечаю, я могу прогенерировать, если просто глупости. Ну, я убил, забанил 5 блогеров, 5 человек вот за все время. Может быть, вас меньше достают, чем меня, значит, у меня их забанены где-то там 1200 за 3 почти года. Ну, я на радарах так не свечусь, как вы, вы у нас, говорится, на типовый спир, на одиноксом в конце копья. Острее копья, да. Ну, ну, наверное, не без этого, да. Как бы, ну да, потому что подписчиков много, вот те, у кого больше подписчиков, они больше страдают от этого дела. То есть, скажем, вот там Флорида, Ялта, наверное, я там следующий где-то, но, понимаете, моськи, никакой радости нет лаять на другую моську. Если вот есть слон и можно на слона, то тогда получается уже не моська, а целый герой. Хотя так, ну, что они там, поэтому. Ну, хрен бы с ними, то есть, не то, чтобы они там какое-то значение в жизни имеют, но просто я понимаю, что всякий блогер, у него появляется вот эта вот exposure, и, а мы живем в таком мире, как бы нет вот этого no shit environment, знаете, вот как бы там есть рядом, и многие болезненно относятся. Я хочу сказать, что нормальный человек, когда на него начинают такие гадости говорить, многие перестают вообще этим заниматься. Вы, может, покрепче так, я не знаю, но... Мне повезло, потому что я не знал очень много вот этого, я не знал, что такое тролль. Я когда вышел на YouTube, начал писать видео, я серьезно, я не знал, что такое тролль, что такое троллить. И у меня появились вот самые первые подписчики, и я не уверен, как они меня нашли, то есть, у меня там, я даже эти ключевые слова не вставлял, у меня названия совершенно там, видео не были, чтобы захватывать внимание. Но вот нашли меня люди, и они меня начали готовить. Я говорю, ты понимаешь, у тебя сейчас появится с ростом канала вот такие люди, которые будут тебя оскорблять, тебя будут троллить. Дали мне ссылки, какой-то веб-сайт русский, там, где объясняются все эти дела, так, очень жесткие. Вы, наверное, в курсе, о чем я говорю, я не могу сказать. Я видел много разных, я не могу сказать вот про этот конкретный, но да, есть прямо целые инструкции, там, как они там, да. И поэтому у меня, говорю, за один год получилось 500 подписчиков, но вот когда появились тролли, я уже был морально готов. Ну, когда появляются тролли, это значит, что вы уже доросли, понимаете, потому что, как бы, значимость какая-то. Но дело в том, что, когда ты их убиваешь с лету, просто меня нельзя троллить, я по одному сообщению забаниваюсь. Я уже настолько их вижу, ну, как бы, они еще, знаете, безобидно вроде начинают, то есть, существенно, чтобы... Массажируют вас, да. Да, чтобы вы так, типа, откликнулись, но я, поскольку настолько к ним уже привык, то, я скажу, ну, вот, на 10 случаев, я вижу что-то такое, я из 10-9 таки оказываются троллями, то есть, я так смотрю. Поэтому, ну, дальше, поскольку все это удаляется, им, как бы, смысла нет. Потом у меня ключевые слова там стоят в блокировке, да, которые сразу на модерацию идут. Поэтому ты написать можешь, но ты даже сам этого не увидишь, там, много такой список слов там. У меня коротенько, я все маты туда поставил, чтобы оно сразу убиралось. У меня там все варианты написания слова «еврей», значит, ну, там еще кое-что есть. Ну, хорошо, так, в производственном плане, вы были электронщиком, ну, как бы, приехали в Америку, два года у вас уже легализовались, как бы, наполовину, не было разрешения на работу. Появилось разрешение на работу, что вы стали делать профессионально? У меня какая была ситуация? Когда я женился, супруга была, она до этого была замужем, развелась, двое детей первого брака, муж не платит алименты, то есть, там такая была финансовая разруха, в которую, я не знаю, влетел, и, то есть, мне пришлось сразу пахать, как можно... Ну, конечно, зарабатывать надо. Да, потому что ситуация была очень тяжелая, там, долги, нельзя было даже телефон подключить, в то время еще найти лендлайн, нельзя было мусор заказать, что выбирали, потому что долги были от предыдущего брака, все на ней повисло. Ну, и потом я работал на ферме, был нелегалом, потом я работал ремонт домов у знакомого в соседнем городе, а у тещи с тесте, у них свой магазин по продаже мебели, ковровых покрытий, матрасов, и в 2000 году, то есть, мы женились в 99-м, и вот где-то через год они меня забрали, ну, забрали в магазин, я начал работать у них в магазине, и потом стал менеджером в магазине уже, и мы вот буквально в 90-м, в 2008 году мы уже покупали у них магазин, как на контракте, в Америке же магазины так не отдают, обычно родители и детям, нужно это покупать. То есть, мы подписали контракт, и после этого так случилось, что я зацепил эту работу, где я сейчас работаю на электростанции, и теперь супруга занимается магазином, а я работаю на электростанции оператором. Ну, вот, знаете, что я занимался коммерческим страхованием, наверное, вы знаете, что это такое, раз у вас магазин, значит, кто-то должен прийти застраховать ваш магазин, и я страховал очень много бизнесов, и на General Liability, и на Workers' Compensation, и вот все это, у меня была та приличная буква в бизнес, и я хочу сказать, что мне по ходу дела приходилось там вникать, ну, не в финансы, как уж прям подробно, я же не бухгалтер, но во всяком случае, особенно когда в Workers' Compensation, ты смотришь там на фонд заработной платы, обороты, и я, в общем-то, был, как сказать, неприятно удивлен тем, насколько мало у людей остается денег. И смотришь, такая операция, и там они что... Один из самых выгодных был, я не мог в себя прийти от, просто от потрясения, значит, был бизнес-очек, небольшая палатка, вот как размером с пол-бедрома, знаете, палатка посреди мола стояла, вот люди с две стороны идут, посреди палатка стоят, очки темные продают. Причем, ну, в Калифорнии это круглый год, это нет сезонности, то есть темные очки всегда нужны. Но, то есть, когда я увидел, сколько там проходит денег, я не мог себе даже представить, очки, слушай, очки, ничего больше, только очки. И, ну, там были подороже, подешевле, там не было очень дорогих. Я просто к чему говорю, что вот магазин. Реально, можно делать хороший ливинг на магазине, или это скромненько все? Вот в вашей местности, например. У нас много очень конкуренции, и вот магазин, если продавать, скажем, ковролин, так называемый, я их называю половые покрытия, это меня даже корректировали, говорят, это напольное покрытие. Я всегда в шутку говорю, я специалист по половым вопросам, я занимался этим 12 лет. Там очень много вот этой logistics. То есть, это нужно иметь людей, кто устанавливает, нужно это все согласовывать, куда ехать, чтобы материалы были. То есть, если чуть-чуть где-то проморгать, теряются деньги очень быстро. То есть, мои все тещи там денег зарабатывали очень мало. То есть, вроде бы хозяйство и... Да, там обороты, скажем, продажи были в районе 600-700 тысяч долларов в год, а они, наверное, зарабатывали на 50 тысяч, вот, оставалось. Ну, там же материалы, там зарплаты людям, там... Да, зарплаты, потом... Ну, там много всяких моментов... Бизнес там велся не очень так... То есть, знаете, как через решето деньги уходили. Ой, господи, а люди сидят со стороны счета, говорят, смотри, говорит... Ну, да, там... Мои деньги все время считают, мне говорят, с моей партнерой готовы. Это миллиардер. Ну, люди видят, скажем, одно дело, сколько денег приходит, но надо знать, сколько уходит. Стоимость бизнеса очень высокая. Тем более, здесь платишь все налоги. Это и WorkCamp, и потом же фонд безработицы, и налоги на собственность. Там, да, вылетают деньги очень сильно. Страховки. Вам не хотелось самому бизнесе быть, или свой бизнес какой-то замутить? Я, в принципе, вначале мне очень не нравилось там работать, но надо было. А потом мне очень понравилось, и, в принципе, мы начали магазин вытаскивать, так уже были очень хорошие продажи, и я начал от этого получать удовольствие. То есть, умел продавать американцам. То есть, в принципе, дела пошли очень неплохо. Но потом моя супруга начала заниматься, там дела немного обратно вернулись. Ну что же, хорошо. А ей нравится магазином заниматься, да? А у нее смешанное чувство. Но все-таки у нее четверо детей, так получается? Да. Старший уже в каком возрасте? Старший сейчас закончил колледж, вот буквально в этом году, и сейчас он пытается найти работу. Ну, все-таки это уже как бы не на вашей шее, то есть вы не то что его содержать, но, да, как? Ну, мы, жена платит за его студенческий долг, скажем так. Пока он еще не рабочий. Ну, хорошо. А следующий? Моя падчерица, она сейчас вот только что закончила хай-скул. Ага. Симпатичная девочка. По американским стандартам вообще даже ничего. Хорошо. Кавалеры вокруг там бьются? Есть кавалеры. У меня где-то пять зрителей в очереди, если ей надоят, американцы надоедут, то да, у меня в очереди есть подписчики. Хорошо. Так, теперь, значит, и ваши вот общие. Да, у меня дочка Саша, ей будет 15 лет скоро, и сын Оливер, ему 9. Так, модное имя стало Саша, да, вот у меня внучка Саша, сейчас столько Саш стало. Ну, Саша просто очень удобное имя в том смысле, что оно хорошо и по-английски, и по-русски. Это у меня, в принципе, было важно. И у нас была очень война, моя жена не хотела, чтобы ее называли Сашей, то есть Александра, Александра, но в итоге вот она Саша. А нормально, Саша нормально, все очень хорошо реагируют, ясно. Да, да, да. То есть, я извиняюсь, по патчфорту она кто? Александра? Александра, да. Хорошо. Александра и Елена. То есть, ну, второй, second name, да, middle name, это у нее Елена, моей мамы. Угу, хорошо, то есть два есть. То есть, можно так и можно так всегда, скажется, скрывается. Так, понятно. Теперь. Кстати, можно я сейчас на секунду поверну? Давайте. Вон, Карли, Саша, видите, вон фотографии. Так, смотрите, вот у вас за спиной. Да, это Карли и Саша обнимаются. Так, а вот рядом, это тоже Саша. А то Саша, да. Хорошо, очень симпатичный, Саша. Как ласточка. Хорошо. Так, и еще один остался. Оливер, 9 лет, он в школе. Но они по-русски говорят как-то? К сожалению, нет. Нет, ну, ничего страшного, это обычное дело. Очень много вопросов на эту тему. У вас местность такая, им не с кем особо практиковать. Я пытался с дочкой, но моя супруга совершенно не имела интерес, и в итоге я просто сдался, я говорю, ладно, был с ним. Ну, ничего страшного, я думаю, английского вполне хватит. Да, да. Моя приехала в почти 11 лет, вот с дочкой, и она почти потеряла язык. Я не хочу сказать совсем потеряла, но почти. А потом уже, когда она в университете была, и там кавалеры русскоязычные, и вот она пошла, ей дали классы брала по русскому языку, да. Но сейчас она работает, она адвокат, и у нее много бизнеса такого, российского, украинского. Она занимается корпоративным правом таким. И так она писать начала. Слушайте, она начала писать, деловую переписку вести по-русски. Это не произошло сразу, но так потихонечку-потихонечку. И вот так вот, да, очень-очень интересно, то есть пригодилось в итоге. Ну что же, хорошо, значит, мы поговорили про бизнес, про работу. Вот ваше восприятие Америки, вот то, что вы рассказываете ребятам про Америку. Вы там как бы, можно сказать, забились в американский угол, или у вас там есть приток новичков, и вы видите новичков, вы сравниваете их и тех, кто раньше, вот и как-то так. Есть какое-то сравнение? Люди новые появляются у вас там? На районе? Иммигранты. Я же, у нас иммигранты, я и ясно русский на районе. Хорошо. То есть вы как бы такой агент глубокого, такого, как называется, внедрения? Ну как у нас есть городок, где я живу, Беринд Спринт. Здесь большой университет адвентистов седьмого дня. Эндрюс университет, и там есть студенты русские, кто адвентисты. Но я с ними особо не поддерживаю отношения, потому что они на своей волне. И как-то, знаете, такой, я не могу нормально общаться с людьми, когда мне постоянно там, давай к нам на субботнюю школу, давай к нам там церковь, меня это я, агностик, да, там как-то. Это их как бы содержание, их жизнь, они как-то не понимают, что может быть что-то еще такое. Я в свое время с большим интересом, когда мы сюда приехали, я смотрел с большим интересом на таких вот, ну знаете, вот такие евреи там с пейсами, верующие, ортодоксы, да, разных там направлений. Мне так интересно было, ну, со стороны. А я смотрю, они вот, они мимо меня смотрят, то есть им, им не важно, что вот там еврей там, если ты вот не вот этот вот, они мимо тебя, они тебя не видят вообще, тебя как нет. И нас чуть не поколотили в Иерусалиме, правда это было как бы неправильное наше поведение, но жена пыталась снимать там у стены плача, а время было такое, и потом шаббат, и в общем не положено было. Но у нас был один день, мы вот, ну вот, ну или сейчас ты снимешь, или ты никак не снимешь, так и нас там чуть не отлупили. Пришлось ретироваться-то. Ну, не положено, значит, не положено делать такое. Вот, значит, ну хорошо, русского общения нету, зато в интернете. Да, теперь действительно, вот, я не ожидал, но у меня, наверное, как остановить, и когда уезжаешь из страны, и как-то вот часы останавливаются, то есть я в 90-х годах, вот, по отношению там в Украину, Россию, и мне теперь меня постоянно корректируют. Вот, я не осознал, что там интернет везде, что люди там могут быть где-то в деревне, и у них интернет на телефонах. Да, я получаю сообщения из таких там уголков страны, я приходится на карту смотреть, где там находится Благовещенск или там. Ну, Благовещенск. Ну, я к примеру говорю, да. Это большой город. Знаете что, мне иногда некоторые люди, у них, видимо, в силу интеллектуальных, может быть, каких-то, или там культурных ограничений, им почему-то кажется, что вот если человек живет в другой стране, там или где-то, то вот он не понимает. А то, что, допустим, вот, ну, я не знаю, в той же России, например, там вот процентов 10, там 12, 15 населения, я могу сказать, что это мои единомышленники, это как-то им не приходит в голову. То есть, вот, вот, меня всегда говорят, если не согласен, чем, ну, говорят, вот ты там за границей, ты ничего не понимаешь, и ты ничего не знаешь, там, мне... Они даже не догадываются, какое колоссальное общение вот есть у блогера, и из каких только точек, я могу сказать, что у меня только по Крыму, там, в 10 местах корреспонденты, там, которые периодически что-нибудь рассказывают, я уж там не говорю, там, про все остальные места, самые невероятные бывают, самые невероятные места. Я думаю, мало кто из россиян, например, имеет такое общение в России, или там кто-то, кто живет на Украине, имеет такое общение на Украине. Просто... Слушайте, а вот к вопросу, на вы, в Украине. Вот вы когда жили в Киеве, там, при большевиках, было на Украине, да, так вот, вроде? Да, мне, во время моих видео пришло сообщение от одной девушки из Киева, и она... Мне очень нравится видео, но это меня очень отражает, когда вы ревите на Украине. И я переключился на В, то есть, я не напрягался, ну, не принято, значит, не принято, пожалуй. Я, когда мне начали на это там пальцем тыкать, некоторые в очень хамской форме это делают, они туда политический контекст вкладывают, но я начал внимательно прислушиваться, и я смотрю, что масса народу, живущих там, вот там живущих, говорят на Украине. Я не говорю, там, москали какие-нибудь, типа меня там, да, или там давно уехавшие, там, не понимающие тонкости, так сказать, русского языка, значит, в украинском исполнении, но вот там люди живут и в Киеве, и в Харькове, и там, и где угодно, и они говорят на Украине. Поэтому, я думаю, что это просто... За такое цепляться не стоит, но у людей просто такие все чувствительные, злые, обозленные, что вот любые такие небольшие моменты просто действительно цепляют за живое по какой-то причине. Да, потому что обостренные там все, нерв живой, и они зомбированы, они не понимают, что это политизированная на ровном месте вещь, которая совершенно никакого смысла не имеет. Мне тут, знаете, что сказали, что правильно говорить не программное обеспечение, а программное обеспечение. И у меня все переворачивается от этого обеспечения. Мне то же самое, я по моей должности на работе, помимо оператора, я также пожарный. Я всегда говорил пожарник. Да. Оказывается, неправильно. Пожарники – это те, кто устраивают пожары, а те, кто тушат, они пожарные. Вы знаете, что насчет того, что пожарник – это тот, кто устраивает пожары, это неправда. Пожарник, безусловно, человек, который устраивающий пожар, это не пожарник. Но пожарник и жук, красненький такой пожарник. Это все равно, что, знаете, говорят, что моряк, он не плавает, а он ходит. Да, пожарный, пожарная часть. Очень много комментариев, потому что у меня есть видео, я участвую в соревнованиях пожарных. Да, пожарных, конечно, пожарных. И я писал соревнования пожарников, и были комментарии, исправим на пожарных. Ты не пожарник, ты пожарный. Я бы не обращал внимания. Я это слышал и в том, и в другом исполнении. А когда говорят, не бреюсь, а броюсь. Вот пол-России говорит, броюсь. Так что они теперь их за границу выслать, что ли? Знаете, Михаил, интересный момент насчет «на» и «в». Про Украину мы говорили назад. Мне написали интересный комментарий, если смотреть на Кубу. Если Куба, говоришь, как на острове, то это «на Кубе». Если как Куба в стране, то в Кубе. Тут есть тонкость. На Кубе произошел переворот или на Кубе растет табак. Это остров, понимаете. Куба – это остров. Тут дело ведь не в этом. Есть правило, но тут лошадь должна быть впереди телеги, а не сзади. Значит, правило – это не то, что создает язык. Правило – это то, что люди, применяя аналитические какие-то свои способности, пытаются вывести из языка. Язык – это основа, а правило – это производная языка. Больше того, поскольку никакие правила язык не в состоянии описать абсолютно, поэтому всякие правила имеют кучу исключений. Поэтому существенным является не то, какое там правило. Правило – это для тех, кто не понимает, откуда вещи берутся. А есть язык, который сложился. Вот он сложился вот так. И все говорят так. Вот мы жили в СССР, и в СССР вся страна говорила вот так. Почему это произошло? Ну, не знаю, вышло так. Ну, вот так вышло. И все. Ну, что теперь делать? Поэтому дело не в правилах. Дело в том, что если люди как-то так говорят… Я считаю вот что. Допустим, есть страна Америка, и там говорят на английском языке. Но английский язык в Америке не такой, как в Англии. Я не хочу сказать, что драматически другой, но он отличается. Мы знаем, что он отличает. Поэтому… Ну, мы и говорим American English, правильно? Да. Значит, мы не говорим, что это British. Мы говорим, что это American English. Поэтому, если, допустим, там в какой-то территории, я не знаю, там географическая, Украина, там есть какая-то версия русского языка. Да. Значит, ну, дай им Бог здоровья. Они просто не должны оттуда людям, которые в России живут, говорить, как им там говорить. Я, наверное, ни разу не слышал, чтобы кто-то в России говорил, что вот надо в украинском языке написание там слова «Россия» сделать все-таки с двумя «С», а не с одним. Да, потому что по-украински пишется одно «С». Но это украинский язык, и там в этом языке свои правила. Ну, дай вам Бог здоровья. Значит, единственная проблема всего вот этого «на» или «в» состоит в том, что Украина должна говорить на своем языке. Вот пусть Украина говорит по-украински. Тогда не будет претензий к тем, кто говорит по-русски. Но они пытаются говорить на локальной версии русского, которую они хотят распространить вот туда на, как бы сказать, на Фазерленд. И вот из-за этого, значит, проблемы. Мазерленд, как хочется. Мазерленд. Ну да, я думаю, что это... Это цена, которую приходится платить, будучи блогером из Америки, когда вещаешь на... Я для краткости всегда говорю в Союзе. Я не хочу перечислять все страны. Вот Украина, Россия, Беларусь, Союз. Ну да, бывший СССР, да. И мне тоже говорят, ха-ха-ха, он не знает, что Союз развалился в 91-м году. Да, да, да. Очень много, очень много людей, которые, как бы сказать... Знаете, прервалась связь времен, вот хочется сказать. Вот мы жили в каком-то контексте, его больше нет. Анекдот рассказать невозможно, потому что... Вот я помню, как-то рассказывал, смотри, не понимают. Не знаю слово «мичуринец». Там мичуринцы участвовали. И они не понимают, они вот... Это кто? Мичуринец кто? Ну как ты им обидел? Другое поколение. Ну да, поэтому как-то вот все это перемешалось. Ну что же, хорошо. Так, а вы наш канал смотрите? Откуда вы нас знаете? Когда я обнаружил совершенно случайно о том, что есть русский YouTube, это началось все с Юры Мельника, я что-то про eBay смотрел. Потому что я IBM занимался давным-давно. И потом, когда я построил Мельника немного, выскочил ваш канал, я начал смотреть. То есть, им было очень любопытно, что происходит. И потом я смотрел, какая идет разговор. И были некоторые моменты, которые... Я так... Ну я чуть-чуть по-другому это понимаю. Ну, наверное, конечно. У вас там было одно видео, вы отвечали на вопрос про ковровое покрытие. Не знаю, если вы помните, кто-то задал вопрос, почему у американцев ковролин там везде в доме. И вы пытались это объяснить, а я занимаюсь ковролином, у меня это 12 лет, и я сижу, руки, да я знаю, я знаю. И вот как-то так думаю, вот надо попробовать что-то рассказать, то, что я выучил про американцев. И таким образом я начал. Вначале у меня все видео были про ebay. Первые пять видео, по-моему, я просто про ebay рассказывал. Слушайте, а что самое популярное, вот из того, что вы смотрите? Что люди... Вот... Самое ударное, что по трафику, вот... У меня? На моем канале? По комментариям, да. Самое популярное видео, я просто проехался через парк этих mobile homes. Это у меня самое популярное видео. Там очень много обсуждения. Ну, что видео называется «Как живут бедняки в США». И оно зацепилось, и очень много комментариев, руганий, и там обсуждений. Очень много видеокомментарий, просмотров по строительству. Я у нас строился дом рядом, и я знаю строителей. Я просто приходил туда, где-то на большую, большую тему, да, все. Все каркасные дома, я не знаю, как они называют, их называют каркасниками, оказывается. Эти frames. Да, и я заснял вот в стадии полностью постройки дома. От начала до конца, то есть там две недели, через месяц я возвращался. И вот эти видео, они самые популярные. Это цепляет, я знаю, я вот пристройку тут вот свою заснимал, и зацепляет, и все, и все у тебя не так, и то не так, и цемент не так, и гвозди, и вообще, ну все не так. И строят из спичек, и оно же развалится. Я даже хочу сказать, что это пишут люди из страны, ну группы стран, которые не то чтобы известны всему миру высоким качеством строительства. Вот я сейчас, никогда не были. Там просто смотрят на солид, как вот крепко построено. То есть вот крепость, дом должен быть крепостью. А здесь вот дома строят. Я целую серию видео сделал, я попытался объяснить вот вся ситуация, что американцы живут в доме там максимум 25 лет, что они переезжают, там есть стартер-хом, начальный дом, потом есть мэк-меншин, когда большая семья, у них большой дом, а потом они даунсайз, да, идут в маленькие дома уже, когда пожилые дети уехали. То есть нет смысла строить крепость, если ты ее будешь менять три раза. Мы как раз в последней стадии, то есть у нас была меншин такая. Мы от нее избавились, и вот сейчас у нас такой домик, он небольшой, но мы его так потихонечку наращиваем, там что-нибудь там, не помню, 26, там, 2 600 такого типа. Ну ничего, ну куда нам, там нормально. Самое популярное видео это про стройку и про вот эту вот поездку по дому, где эти, а не трейлеры, в принципе. Давайте мы, знаете, что, вот пару слов про трейлеры и про мобилхом. Я хочу сказать, что в силу, я думаю, чисто блогерских вот заходов на это дело, что многие блогеры показывают эти трейлеры и во Флориде, и там, по-моему, Юра показывал в Индиане, я не помню точно, но так вроде мелькали у нее. У многих людей, которые там живут, вот в бывшем СССР, у них сложилось такое впечатление. Во-первых, они считают, что надо приехать что-то сразу купить. Вот это вот мысль надо купить и не тратиться на рент. Значит, они не понимают при этом, что продать еще, может быть, намного сложнее, чем купить. Но, тем не менее, вот они, значит, купить, что купить? Дешевенькое. И вот выходят вот эти вот мобилхомы, трейлеры, там, я не знаю, там, 15 тысяч, там, 22 тысячи, там, 40 тысячи, я не знаю, там, еще что-то. И вот эта вот мысль о том, что это правильный шаг. Вот приехать в Америку сразу, бах, и купить мобилхоум. Вот вы как к этому относитесь? Все зависит, где. Так. Скажем, у вас на нормальные дома цены настолько безумные, по моим мичиганским стандартам, примерно, я бы сказал, 8-10 раз дороже. Так. Поэтому в Мичигане не имеет смысла, в Калифорнии, возможно, имеет смысл. Ну, в Калифорнии земляж такая дорогая. Я вот недавно показывал на берегу, в Санта-Круз, такой, ну, как бы, эксклюзивный мобилхоум парк. И там вот есть дома, которые смотрят на океан. И он стоит, дом там, 115 тысяч, а рент у него 3,750 в месяц за землю. Ну, вот. 3,750 за участок. За участок. А у нас, видите, в 10 раз меньше, у нас 300 долларов участок аренда. Ну, это место блатное, он на океан смотрит, да. Я просто чему рассказываю, у нас и там, и тот самый мобилхоум дорого. Да, ну, по сравнению с домами, там, манюсенькие дома, у вас по 800 тысяч долларов. Мне буквально живот сжимается в кулак, когда я вижу, какие цены. Но это просто... Это Кремниевая долина. Если я полтора-два часа отъехать, там, Сакраменто, там за 150 тысяч можно купить нормальный дом, ничего страшного. То есть, не надо больше там. Там просто нет таких заработков, как здесь. И нет, и там жарко, там нет такого климата хорошего. Ну, я бы вот сказал, если вот действительно люди интересуются вот про ситуацию с мобилхоум. Да. Проблема номер один, это в том, что... Кто живет? У нас в Мичигане это обычно самая беднота, кто живет в этих парках. Не криминальная? Нет, ну, там бывают пожары по той причине, что они варят там мясо, да, и наркотики. Но если у вас есть дети, я бы не советовал покупать, потому что будет влияние. Они будут играть с другими детьми, и кто знает. То есть, если просто семья без детей, временно можно. Но там какие есть моменты. У меня сотрудник, он всю жизнь, так сказать, с родителями провел в этих парках. И я его серьезно интервьюировал. У меня интервью с ним есть. И он продал, у него мать умерла, он продал этот трейлер. То есть, мы засняли его внутри и снаружи. Продался он за 3000 долларов. Хозяин парка, он сдает участки в аренду, правильно? У вас свой трейлер, но если вы хоть пытаетесь его продать, хозяин парка обычно в контракте, он должен approve следующего покупателя. То есть, может быть, такой момент, что он будет отказывать всем вашим покупателям. Он имеет право сказать, вот мне этот человек не нравится. Да. Вот была ситуация, мы устанавливали ковровое покрытие, и женщина сказала, что они за копейки отдали хозяину парка свой трейлер. По той причине, что он отказывал всем покупателям. Мне это не нравится, мне это не нравится. То есть, можно влететь только так, что ты купил, а потом просто не можешь продать, даже эти 5000 обратно забрать. Но можно, в принципе, на вывоз продать, да? На вывоз можно, но те люди, кто покупают на вывоз, они платят копейки. Я понял. То есть, это такая штука, что влезть можно, вылезти не обязательно. Да. Потом другой момент, их обычно нельзя сдавать в аренду. То есть, как-то у вас был вопрос, там есть тоже, я серьезно копался, спрашивал, это саблет, они называют, он запрещен. То есть, не имеешь права, так как ты арендуешь участок земли, арендовать трейлер на участке земли, не имеешь права, в основном, в большинстве этих парков. Да, есть у каждого парка и свой устав. И когда ты покупаешь, надо смотреть. Естественно, там же список огромный, из этих правил, кто их читает. Особенно, если приехали из России, и часто, может, люди доверчивые. Доверчивые, кажется, в Америке, тут все, знаете, идеально. А вот откуда там доверчивые люди? Вот скажите мне, вот со всех сторон кидал его развод, откуда они доверчивые? Потому что другая страна, кажется, здесь вот, у меня сложилось впечатление, что люди считают, что на этой стороне океана здесь все намного честнее. Оно так и есть, но нельзя же быть доверчивым, но я не знаю. Хочется, и надо верить, правильно. Когда вот устал, годами напряженка смотреть за всем. Ну, с опытом оно разовьется, там станет более приближенным к реальности. Ну, хорошо, значит, итак, это мы поговорили про мобил хоумы, это интересная линия была. А вот такой вопрос. Вот вы строили дом, да, или что вы строили? А нет, вы не выстроили, там ребята строили. Вот вы считаете, например, купить кусок земли и построиться самому, это чем-то лучше, чем просто купить готовый дом? Вот спрашивают часто. Ну, здесь все, я считаю, математика. Прежде всего, так вот нельзя построить дом самому. Ты не можешь это сделать. Ну, свои деньги по своему плану, нанять контрактора, чтобы он строил. Ну, да, ну, можно самому построить, нужно идти в школу и сдавать на лицензию контрактора, тогда ты можешь сам нанимать людей и строить. Иначе нужно нанимать человека, general contractor, как вот вы сделали, правильно? Да, конечно. И тогда он уже будет все это делать, естественно, он на этом тоже зарабатывает. По математике, вот то, что я очень много со строителями работал, потому что мы устанавливаем половые покрытия, правильно? В новых домах, уже, как говорится, в домах, в которых люди живут. Новый дом в Мичигане построить примерно 130 долларов за квадратный фут. Вот постройка нового дома. Это самый такой дешевый basic. Как у нас 270. Купить дом, бэушный, скажем так, в котором люди уже живут, в зависимости можно купить 70-80 долларов за квадрат. То есть бэушные дома дешевле, чем новые. А если купить новый? Ну, купить новый, вы будете покупать вот это вот 130, плюс накрутка строителя, то есть он, наверное, хочет минимум 30-50 тысяч на доме заработать, сверху расходов. То есть дешевле самому не будет? Если самому строить, получить контрактную лицензию и нанимать напрямую, то, может быть... Тогда у него нет оптовых скидок при покупке материалов. На самом деле он проигрывает. Он не может купить большой кусок земли, разрезать на 10 участков. Он все равно проигрывает, конечно. Ну, есть моменты. Да, и есть на что он получает дом, который хотел, может быть. Но он может получить головную боль, потому что, чтобы получить дом, который ты хотел, надо очень сильно контролировать процесс, надо уметь это делать. Ну, еще тоже момент какой. У строителей, у каждого строителя есть так называемые там 10 планов, они называют их спек-хол. То есть они уже на них имеют все, что им надо иметь. И это очень, скажем, очень, но дешево. Как только начинается кастом, добавляться какие-то опции, я вот хочу здесь сделать больше комнату, я хочу здесь крыша, вот так было, идут сразу цены взлетают под потолок. У меня один сотрудник, тоже не имею права говорить сотрудник, и правильно. Надо говорить коллега. Коллега. Сотрудник, это если он на вас работает, оказывается, мне сказали. А коллега, это если вы с ним работаете. Тоже это мне на YouTube объясняли. Что-то мне это не очень нравится. Сотрудник, он сотрудится, он с тобой вместе работает. Coworker, по-английски coworker. Ну да, конечно. Написали мне в YouTube, почему ты сотрудник, говоришь, что неправильно. Если на тебя работают, это твои сотрудники. Если ты с ними работаешь, это коллега. А я думаю, если на меня работают, это мои работники. Это ваши сотрудники, оказывается. То есть наши employees, они, оказывается, сотрудники. Хорошо. Ну так вот, мой коллега, он строил дом, и они попытались, то есть они наняли строителя, все нормально, и потом они, жена решила, давай вот сделаем это, давай вместо этого сделаем это. И цены, вот буквально там лишних было сразу 50 тысяч долларов до изменения планов, и они сразу могут сказать, что... Ченч ордера, это страшное дело, конечно. Да, очень дорого. Да. Ну что же, хорошо. А в том, что вы делаете? Вот у вас есть какие-то моменты, ну ради чего хочется делать и больше делать? И так вот сказать, не зря все вот... Вы про YouTube? Да, вот про блогинг, да. У меня есть моменты, когда мне очень радостно за людей, в том плане, что мне кажется, я изменил их жизнь в лучшую сторону. К примеру, сейчас в Америке находится молодой человек, который узнал про мою программу обмена из моего канала, и он пошел, прошел конкурс, и он сейчас работает, по-моему, где-то на востоке США. Он прислал мне сообщение, Сергей, я в Америке, большое спасибо, я узнал. Вот такие моменты... Дорогого стоит, конечно, когда жизнь людей меняется, да. Они еще письма такие иногда пишут, просто невероятно. У меня небольшое хобби, вы, по-моему, любите собирать шапки, правильно? Как-то вдруг, ну я поскольку дурачусь, там я их надеваю на тех, кто в офис приходит, и мы там вместе в шапках, и мне стали дарить шапки сейчас, да. А я люблю собирать открытки. Я своих зрителей прошу, если вы хотите высказать благодарность, пришлите открытку с видом вашего родного города, и вот мне постоянно по почте приходят открытки, то есть я старомодный. Это здорово, это здорово, потому что, во-первых, места много не занимает, во-вторых, можно сидеть, перебирать, а у меня шапки эти, мне все говорят, ну что у тебя за офис, к тебе страшно зайти, уже купи какие-то полки поставь с этими шапками. Я говорю, ну что, я буду сидеть в офисе, и тут как в шляпном магазине, что ли? Тоже ерунда получается, в общем, не знаю. Мне очень нравится. Я просто, когда я учил английский язык, я начал переписываться с девчонками из Кореи, из Америки, из Германии, то есть у меня была очень большая переписка, и вот это вот найти в почтовом ящике письмо, приятное чувство в Америке, почтовый ящик не приносит приятных чувств, потому что там постоянно счета, правильно? Билл. У нас по имейлу все ходит. Ну, я до сих пор получаю постоянно какой-то счета, то есть совершенно убил этот интерес и руку в почтовый ящик. А теперь стали приходить открытки, я снова так с нетерпением бегу к почтовому ящику. А жена ваша что говорит? Вот жена и дети. Вот как они относятся к вашему увлечению? Не ругают вас, не... Или там как они? Ну, они не понимают ничего по-русски. То есть у меня в этом плане такая ситуация уникальная, потому что я могу рассказывать некоторые вещи, которые, в принципе, наверное, мне бы продала подзатыльник пару раз. Но в этом случае я могу рассказывать много моментов, допустим, про американских женщин, которые я, наверное, не смог бы рассказать, если моя супруга понимала русский язык. Мне все время достается от жены. Она говорит, вот зачем ты вот это сказал? Ну, у меня в этом плане чуть-чуть спокойней. А еще говорит, зачем ты без меня? Я говорю, надо бы, чтобы мы вместе бы рассказали. Я бы тоже поучаствовал там. У меня интересный момент происходит. У меня супруга вначале смеялась. То есть когда я начал заделать видео, она смеялась. Потом не смеялась. А сейчас уже она даже подумает помогать. То есть мы сделали пару видео. Она у меня любит готовить. Причем, вот я вам рассказывал, да, blind date, когда мы первое свидание вслепую. Я совершенно, мне просто было скучно. Я работал на ферме, жил на ферме на чердаке. То есть у меня был такой гастарбайт просто жестокий. Так. 11-12 часов каждый день, без выходных. Я просто вкалывал, чтобы заработать деньги. 5 долларов в час. Ужас. Ну, деньги были огромные. Да, да. То вы не тратили ничего, жили там на сеновале. Да. Да, почти как сеновал. И тут мне предложили, вот хочешь съездить на свидание. От скуки, что вечером делать? Сидеть там, радио слушать. Ну, поедем. И вот во время свидания моя супруга у меня по-английски do you like borscht? Вот это я вот так сел, и я говорю, ты мне уже нравишься. То есть если американка где-то в сельском Мичигане знает слово борщ, понимаете, хохлу такое сразу уже. Ну, да, да. И пошло-поехало. Ну, сало, сало она чувствует, понимаете, сало? Сало она не любит, но она уже знает, да. Тут сало нет такого, как у нас. Ну, хотя бейкон, в принципе, приятная вещь. Знаете, был в Киеве два года назад, ровно вот практически два года назад. И там на Крещатике, безарабский рынок, да? И мы там пошли, там почти народ не было, ну, в смысле покупателей. Так, там продавцов много, покупателей мало. И все говорят, попробуй, попробуй. И сало, оно как мазало, знаете, как паштет. То есть она так отрезает его вроде бы, да? И оно мажет. Паштет, потому что оно мажется. Оно не куском, который жевать надо. Вот прямо вот так. Просто невероятно. Очень вкусно. Да. Сало здесь, не знаю. У меня супруга привезла из Нью-Йорка, разом она там была в гостях у своей подруги. И она на Брайтон-Бич поехала специально. Да, за борщом. Мне понравилось мне это сало совершенно не то. Оно было канадское, по-моему, и что-то вот, чего-то не хватало. Ну, на самом деле, к десяти хозяйкам пойдешь и будет десять разных сортов. Там сало и как бы далеко не все съедут. А даже салат и ревье уж казалось-то сложно испортить. И тут вот русские магазины, когда продают, там люди делают на дому. Да. И магазины продают. Я хочу сказать, что из десяти, которые там удалось попробовать, но может быть три были очень нормальные, а семь просто в рот не взять. Там картошка одна, майонез. И вот как американские это патейто салаты. Или он все плавает в жиже. Вот это и вот ужас. Или там морковка одна. Разные традиции. Понимаете? Да. Я очень рад, что у меня жена, когда познакомишься, она не умела готовить. И она училась готовить у моей мамы. Поэтому такая преемственность. И я как бы из одних рук попал в другие, которые подхватили там и борщ, и там что там положено было. Рассуаренщик там. У меня в этом плане вот тоже очень много удивления со стороны подписчиков. То, что у меня супруга. То есть есть такой стереотип, что американские женщины, они микроволновые женщины. Просто они вот в микроволновку кидают и вот еда. У меня супруга, она вот и делает битки. Биточки свиные? Да. Куриные, куриные. Она куриные делает. Потом я щавель выращиваю в огороде, на щавелевый борщ делает. Зеленый борщ. Красный борщ она делает. Ну там она свои варианты делает американские. То есть вместо... Мы не варим мясо. Мне никогда вареное мясо не нравилось. На просто этот брауф. Да, вот бульон жидкий, который можно купить. Она вот им пользуется и мне нравится. А у вас никогда не было, что вас где-нибудь узнают? Вот куда-нибудь поехал, там приехал или не знаю. Нет, вот по Киеву идешь, там бахти узнают. Я в Киев еще не возвращался с той поры, как я вышел на YouTube, поэтому... Ну а вы так скажите, еду в Киев, там сразу народ соберет пиво пить с ними. Я пиво не пью. Если поеду в Киев, то посмотрим, да. Так ну а детей надо что возить или как? Детей я возил Сашу два раза, мы ее туда возили. На данном этапе ситуация в Украине, я не уверен, какая-то хорошая идея. Небезопасно, ну да. Ну как, в принципе, Киев там спокойно, ну с чем черт не шутит, я думаю, с чем оно... Ну что же, хорошо, я очень доволен, что мы с вами так познакомились, потому что вы не видите, какой кайф, вот я сам испытываю, когда раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю возникают новые люди, и мне приятно очень, что из них не надо вытягивать ничего, потому что они сами рассказывают, понимаете, вот у меня сейчас ты сядешь с кем-то и прямо мучаешь его и... Как гвозди вытаскивают. Ну прям, да, а тут народ интересный, о чем-то они рассказывают, у них какие-то впечатления, какая-то жизнь происходит, и все разные, вот у меня из Европы было трое из разных стран, почему-то чикагских, вот как-то групп поцелу, там вот это... Чикага очень большая русская. Да, кстати, наверное, поэтому, да, вот из Нью-Йорка у меня был очаровательный парень на днях, поэтому я так с большим, как сказать, удовольствием, и сам знакомлюсь с народом и ребятам, представляю, потому что я считаю, что каждый блогер, у него есть какая-то своя такая фишечка, может быть, несколько фишечек, которые и меняют жизнь людей. Вот когда ему нужно... Вот, если ему нужно гланды вырезать, знаете, а он пришел ко мне, а я клестиру и ставлю, не будет толку никакого, понимаете? Но если он пришел ко мне, а я клестиру и ставлю, этот гланды режет, этот там уши чистят, еще что-то, и каждый человек, он как бы, находит свою какую-то ниточку. Я считаю, что очень важно показать ниточки, и чтобы люди, ну, как-то лучше ориентировались. Я думаю, что наша функция в этом состоит, потому что мы все хотим, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. И поэтому никакие тролли, и никакие там, кто там еще, вот пусть не рассчитывают. Мне кажется, что вот блогер, мы как вот фонарики, мы светим на одну и ту же, так сказать, тему, но с разного угла, разной яркости может быть, поэтому что-то вот вы показываете, допустим, у вас очень много, естественно, IT-вещей, или там вот Калифорния, Силиконовая долина, то есть… — X-Trip такой. — Это совершенно другая страна по сравнению с тем же Мичиганом. У нас, допустим, пробка в Мичигане – это пять машин, которые застряли за John Deere трактором. Это у нас называется «Мичиганская пробка». — То есть нет пробок вообще? — Нет пробок. У меня 40 минут езды до работы в любое время дня и ночи. Единственная пробка, если фермер переезжает с одного поля на другой, он на тракторе едет, и за ним пять машин. Это называется «пробка в Мичигане». — Хорошо. — То есть совершенно другая ситуация. То, что я рассказываю, отличается, и поэтому то, что люди там в Нью-Йорке и Чикаго рассказывают, и люди составляют из этих всех кусочков картину, и это им должно помочь. — Мичиган, если, например, поехать погулять. Вот мы, например, сейчас, женой-жена говорит, смотри, как сколько народ тебя знают, мы теперь можем куда угодно поехать, там знакомые есть. Значит, вот если ехать в Мичиган, когда самое время ехать в Мичиган? — Сейчас. — Июнь. — Июнь, июль? — Июнь, июль, июнь, июль, август. У нас озеро прогревается, да, там, до 20, можно почти 20 градусов тепла может быть в воде, у нас великолепные песчаные пляжи, а у нас дюны здесь огромные, прямо на озере, самая большая, по-моему, дюна на пресноводном озере в мире, это Big Bear Dune. — То есть у вас там реально есть, как бы, кемпинги или гостиницы, что-то, индустрии туризма есть? — Да, ну, мы являемся курортным районом для Чикаго. У нас целое лето здесь чикагские автомобили на каждом углу, то есть у них Summer Homes, ну, естественно, гостиницы есть, здесь можно снимать летние дома на аренду, здесь как курорт. — Я с кем-то рассказал, я не помню, откуда был человек, по-моему, из Сиэтла, и они говорят, ты знаешь, приезжай, вот говорят, в сентябре, деревья там с золотом, такое разноцветье, вот этого всего, вот у вас есть такое? — У нас, Михаил, у нас в чем ситуация? — Я живу, так называемый футбелт, фруктовый пояс. То есть примерно 20 километров вдоль озера Мичиган, так как озеро, оно зимой поддерживает более теплую температуру, а летом, наоборот, охлаждает. У нас вишня, черешня, персики, яблоки, груши, виноград. — Вау! — То есть в любую сторону посмотреть, у меня виноградники, у нас персиковые деревья, абрикосы. — И виноград даже? — Да, у нас сейчас очень сильно виноделие, буквально я на велосипеде могу за полчаса объехать, наверное, 5 часов. — Слушайте, вы меня прямо за живое. — Так, а что же у вас осенью? — Ну, осенью вот то же самое, что вы сказали в Сиэтле, у нас эти деревья, то есть все лиственные деревья. — Так. — И здесь изумительные цвета, это все как в огне, деревья, и виноград спеет, то есть пьянящий запах винограда в воздухе. — А ведь винодельни есть? — Вайнерис, да? — На каждом углу. Концерты здесь, вайнерис, автобусы ездят от одной к другу. — Слушайте, так у вас там Калифорния. — Да, как Напа Валле, только мичиганского стиля. — А почему же я нигде не видел вин мичиганских? — Ну, потому что они, наверное, в Калифорнию не доходят. — Ну да, тут своих. — Ой, слушайте, прямо это вот разбередили? — Да. — Одна из причин, почему мне здесь нравится, здесь зима, я люблю зиму. Мне нравится зима, снег, кататься на санках с детьми. Но мы по шарике, как южный берег Крыма. Вот если провести параллель, мы вот как Турция и ЮБК. То есть здесь летом жарко, пляж, вода как озеро. Хорошо, хорошо. Слушай, надо съездить. Я что-то... Я вдруг почувствовал себя каким-то... это не до... недообразованным по американской части. Так вот, ездишь, черти куда? В Мексику, там, на Карибы, понимаешь? А тут такое дело, что черешня растет, а нас там нет. Да, здесь мне очень нравится. Ну что же, хорошо. Давайте мы тогда попрощаемся с нашими зрителями, передадим им привет. Илья, пока. Мне говорит, не говорите, придайте, пока. Ну, пока. Единственное, что вы мне в скайпе... Дайте ссылочку на ваш канал, ладно? Чтобы я не искал. Вот, я тогда сейчас видео сделаю там через пару часов и подвешу со ссылочкой, хорошо? Хорошо. Ладно, счастливо и спасибо за разговор. Большое спасибо, Мексика.